АРТ-ИНТЕРВЮ И сегодня у нас в гостях Лучезарный Сергей Лазарев. Здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились. После такого насыщенного концерта шоу «Настоящее два часа» это не просто, как многие приезжают, у микрофона постоять. Это действительно... Кому-то так нравится, мне нравится по-другому. Мне нравится ярко, красочно, зрелищно. И это уже тоже стало моей отличительной особенностью. Потому что и артист приезжает все время с подготовленным красивым шоу. Зритель уже это знает, и зритель уже конкретно на это идет. Не только песни послушать, но и посмотреть яркое шоу. Потому что, как я часто говорю, мы в каждый город, вне зависимости от того, большой или маленький, большая или маленькая сцена, мы везде показываем яркое, красочное шоу, зрелищное, с костюмами, экранами, светом. Потому что все это передвигается с нами. Так было во все прошлые мои приезды в Краснодар. Чуть меньше года назад, ну, почти год назад мы были. Вот мы вернулись и вновь с программой «Энтур», немножко обновленной программой. Но, по сути, за год мы второй раз приехали. И это, конечно, приятно, что опять «Аншлаг» и полный дворец спорта. Очень приятно. В пост был, который говорил о том, что я отказался от ненужного. Да, безусловно. Я как-то действительно отказался от ненужных каких-то элементов в жизни. Я перестал... Во-первых, я отписался от всех своих друзей, не друзей. И неважно, вообще от всех отписался в социальных сетях. Я ни на кого не подписан, не хочу следить специально, там, не за чьей жизнью, потому что это очень отвлекает от своей собственной жизни. Я закрыл все комментарии, потому что это тоже очень отвлекает, это влияет. Мы, как люди творческие, очень восприимчивые, иронимы, да. И зачастую люди приходят специально, чтобы, там, как-то тебе сделать неприятно, задеть. Они сделали это и пошли жить своей жизнью, да. А мы, творческие люди, очень часто на это реагируем. И нас это, там, как-то выбивает из клеи. Я не поверю никому из артистов, кто говорит, что меня это не трогает, всех трогает. Так или иначе, всех трогает, потому что все думают, ну, неужели... Ну, когда тебе, там, 20 людей вдруг на белое говорят черное, ты начинаешь сомнеться, такое-то ли оно белое. Может, действительно, это черное, может, что-то не... Ну, так или иначе, сомнения происходят. Вот, поэтому я закрыл комментарии для того, чтобы меня отвлекаться, для того, чтобы никто не сбивал меня с моего пути. Опять же, социальные сети сделали артистов очень доступными. Именно поэтому каждый Вася из... Ой, Губинска. Да неважно, да, откуда угодно, может вдруг решить, что он может советовать, комментировать, там... А зачастую оскорблять. Артисты – это человек, который в своей профессии уж точно больше знает, чем этот Вася на диване. Да, зачастую он приходит просто, чтобы получить реакцию. Ну, это вампиры энергетические. Вот я не хочу просто изначально допускать этих вампиров к себе в жизнь. Поэтому я ограничил комментарии, я выставляю свои какие-то фотографии, их тоже стало меньше гораздо, и в основном это какая-то рабочая история, но иногда и какие-то бытовые вещи, личные вещи, там, да, из личного своего пространства истории, stories выставляю. Ну, это как раз для моих фанатов, поклонников, которые там интересно наблюдают за мной. Вот, ну, вот они наблюдают, они получают эту порцию эксклюзива, но вот такой обратной связи нет. Обратная связь происходит на концертах. И уж на концерт точно придут те люди, которые меня любят, знают, и вот с ними я как раз общаюсь, и они меня видят, и там с фан-клубами встречаемся после концерта. То есть у меня нет недостатка в обратной связи в этом плане. Но негатив я от себя отсек, и живу, честно говоря, очень спокойно, и занимаюсь, говорю, своим делом, занимаюсь работой, не отвлекаюсь ни на что, гораздо спокойнее с семьей занимаюсь. Это, как вы думаете, от детей пошло вот эта вот жажда ценности каждого мгновения? Да, потому что так много все ушли в интернет, в социальные сети, вообще очень много обнуляется, как обесценивается, обесценивается профессия, обесцениваются. Люди очень стали неглубоко мыслить. Все очень поверхностно, быстро. Люди перестали читать, перестали... Вот все, что у нас уже и хватает, это две строчки в Инстаграме, которые вот они видят, они даже ленин... Если пост больше, чем два предложения, они уже не нажимают это далее, чтобы посмотреть полный пост. Это все правильно. Ну клиповое такое мышление. Да, очень инстаграмное мышление, я даже сказал, минуты, все, больше не хочется смотреть. Даже сейчас еще эти сторис, они еще короче. То есть это все пролистывается, вот так вот пролистывается жизнь. Поэтому, во-первых, не надо делать... Какая болезнь в нашего времени показать, как хорошо я живу, хотя, может, у тебя все не так все хорошо в жизни, но твои друзья должны знать, что все отлично. Какая-то показуха такая вечная. Но эта погоня за показухой, она абсолютно разрушает жизнь до конца. Я как-то это очень к этому остро сейчас отношусь, я не знаю, до этого у меня было по-другому. Я мыслил, может быть, действительно взросление какое-то, может быть, дети растут у моей, да, очень быстро. Я понимаю, что у меня скоро сын пойдет в первый класс, и я уже очень быстро. Мне хочется вот это замечать. Я хочу больше проводить время с близкими, с семьей, и видеть, как они развиваются. А не наблюдать, кто из моих коллег какую-то заказал себе пасту, салат в Инстаграме или куда они поехали. Не интересно, при всем моем уважении. То есть, может быть, интересно, но я выберу больше провести время с семьей, с ребенком, и лучше с ним какую-нибудь книгу прочитать, нежели прочитать чей-то пост. О, какую книгу в последний раз Сергей Лазарев прочитал Никите? Ой, ну, на самом деле, много очень читаем, очень много сказок. И вот последний Мэри Поппинс мы читали. Да, да, потому что у нас, во-первых, ну, такая некая традиция, когда я дома, не на гастролях, я всегда ему читаю, значит, сказку, то есть у него там большое количество книг, и мы там по очереди с няней читаем. Вот, когда я дома, естественно, я, когда нету. Кто-то из семьи, вот. Нуждается ли Сергей Лазарев в тишине и уединении? Очень, очень нуждаюсь. Для того, чтобы, опять же, подумать, для того, чтобы придумать свои дальнейшие шаги. Я, все-таки, сам себе продюсер, сам себе режиссер, и мне, вообще, вверх, нужно вдохновляться. Мне нужно вдохновляться, именно поэтому мне не хватает, по сравнению, каких-то поездок, не связанных с гастролями, вот, потому что, ну, гастроли – это работа. Но все равно ты думаешь о том, а как будет вот это, а как вот эти моменты. Это большой концерт, концерты – это большой, в том числе и стресс, это большая отдача энергии. И я, конечно, после концерта всегда выжат, потому что, там, тысячи глаз на меня смотрят на протяжении двух часов, и они потребляют мою энергию. Вот, да, они меня восполняют, там, аплодисментами, все равно, все равно я выжжу, как лимон. А концерты каждый день почти, поэтому это, конечно, сложно. Я себе дал какое-то такое обещание, что в этом году я буду больше путешествовать, мне будет, как, я буду давать себе больше времени на какие-то вот такие поездки. Вдохновение. Вы задумывались когда-нибудь о том, что ставите после себя? Ну, я задумываюсь. Во-первых, я стараюсь как раз максимально в творчестве оставить определенный след. Мне хотелось бы, чтобы музыка моя достаточно долго радовала слушателей, зрителей много-много лет, и вообще, чтобы какой-то такой качественный след был, хороший, пропечатанный след в истории музыкальной. Я по этому работаю очень честно и очень уже долго какую-то гну свою линию, высказываю порой непопулярные мнения, но, по крайней мере, оно мое мнение, я не боюсь этого делать. Этим тоже, в том числе, заслужило уважение зрителя, то, что я имею свое собственное мнение, я не прогибаюсь ни под кого. Порой страдаю за своего чрезмерной какой-то вспыльчивости, страдаю из-за эмоциональности своей, ну, получая по шапке, как говорится. Но все равно, это мне не измените так, это с детства мое. Я очень люблю высказывать мнение. Нет, ну, в последнее время я стараюсь как-то спокойнее не высказываться, меня не спрашивать, потому что если спросили меня о моем мнении, вот терпите, оно может быть очень непопулярным. И последнее, очень важный момент, что вы своих поклонников просите не дарить цветы, подарки какие-то, а именно помогать благотворительным фондам. Вот как это пришло, ну, осознание, что я могу это сделать, я хочу. Да, ну, во-первых, это пришло в 2000, если мне не изменяет память, в 2011 году. Первый раз мы это сделали на моем большом концерте в Москве. Мы собрали, вот мы первый раз подружились с благотворительным фондом «Линия жизни», и мы на концерте, я объявил, что мы собираем деньги на лечение девочки, на операцию на сердце. В итоге, об этом говорили стенды в фойе, ну, и во время концерта у меня появилась большая надпись о том, что вот так и так мы собираем средства. Кто может, кто сколько может. В итоге мы за концерт собрали наши на три операции другим еще детям. Вот из этого пошла хорошая традиция такая. Делать сначала это в Москве, я вот сделал то же самое на концерте в 2013 году. Вот, ну, и потом подумал, что это хорошо бы не только в Москве ввести, но и вообще по всем моим фэн-клубам в городах. Мы уже около ста детей спасли, мы сделали им операцию за эти много-много лет, и это гораздо важнее, чем цветы артисту. Поэтому, да, в каждом городе по возможностям никого не заставляем, это абсолютно добровольное дело, кто сколько может, 100 рублей, 10 рублей, неважно. И ребята, девчонки собирают, кто в фэн-клубах, и дарят мне такие специальные сейчас сертификаты, вот то, что они сделали этот перевод в благотворительный фонд. Это в основном это линия жизни, но есть и другие фонды, какие-то на местах, иногда это какие-то конкретные частные случаи, на которых говорят конкретно в городах, куда мы приезжаем. Вот сегодня Краснодаров тоже подарили мне сертификат, Краснодарский фэн-клуб подарили сертификат, они перевели 16 тысяч рублей. Да, может быть, эта сумма недостаточно на операцию, но это все равно так или иначе. Краснодар 16, вчера Ростов-на-Дону 20, там, да, еще другие города, представляете, я 120 городов посетил, почти в каждом городе происходят такие суммы. И по итогу собираются суммы, которые достаточно операций деткам. И они производятся, мы действительно спасаем жизни детей, вот, благодаря вот такой отзывчивости моих поклонников, за что мы очень благодарны. Так что, да, они берут хороший пример в этом плане. Спасибо огромное, Сергей Созидатель. Спасибо. Спасибо большое. Это было «Арт-интервью», оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.